Уникальный музей истории космонавтики, единственный в своем роде на территории городского округа. В 18-й школе он появился два года назад, спустя всего пару недель после торжественного открытия самого учебного заведения. Тема освоения внеземного пространства так заинтересовала ребят, что они с удовольствием окунулись в ее изучение и объединились в команду, которой дали гордое имя «Энергия». Музей – это мой второй дом. Для каждого человека второй дом – это школа, но для меня это еще и музей. Музей мы создавали буквально с нуля, с пустой комнаты, договаривались с музеями, дружили с разными коллективами. И все, что видите здесь – это результат этой совместной работы. Потому музей – это часть меня, которую я точно никогда не забуду. Сегодня в команду «Энергии» вступили более 40 человек. Школьники знают обо всех заслугах известных космонавтов и ученых. Успели посетить звездный городок, Калугу, родину Великого Циолковского, и даже обменяться опытом с гимназистами из немецкого Хёхштата. Но самое главное – ребята стараются сделать свой музей одним из самых интересных мест в городе. И им это удается. Когда в Красногорске проводился опрос жителей, какие бы места вы хотели показать в этом городе, зачем бы вы пригласили в наш город гостей, о чем бы вы им сказали, мы увидели по результатам этого опроса три маленьких строчки. В школе новостройки номер 18, расположенной в микрорайоне Изумрудной холмы, открыт музей космонавтики. И это наш самый главный итог, я считаю. День рождения – самое время подводить промежуточный итог, даже если празднуется всего лишь двухлетие. В гости к школьникам приехали именитые гости. Те, кто все это время помогал ребятам пополнять экспозицию и искренне верил в успех проекта. Я сейчас очень радуюсь, что нынешние школьники, те, которые здесь сидят, тоже хотят стать космонавтами. Потому что космос – это действительно, наверное, будущее человечества. Космос – это развитие и науки, и техники. Космос – это очень сильные героические люди, которых вы знаете. И очень здорово, что в рамках программы, в рамках развития музея в 18-й школе вы знаете юбилей Циолковского, вы знаете фамилии и истории космонавтов. И это очень-очень, на самом деле, важно. В гости к школьникам приехал и депутат Госдумы Денис Кравченко. Он – координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Локомотива Роста», в рамках которого планируется решение задачи развития промышленности и укрепления отечественной экономики. Почетный гость предложил ребятам помочь в проведении встреч с известными учеными и космонавтами. А тем, кто всерьез интересуется этой темой, задуматься о том, чтобы связать с ней свое будущее. Я убежден, что ваше поколение и больше половины из вас побывает в космосе. Ради Фаридовича и я мы мечтали действительно в детстве стать космонавтами, но космонавтами так и не стали. И я на самом деле вас не призываю стать космонавтами, ведь стране нужны инженеры, потому что это высокотехнологичная отрасль, которая стремительно развивается. И оборот средств в этой отрасли за прошлый год составил мировой 350 миллиардов долларов США. Представляете? И наша страна сейчас предпринимает активные усилия, чтобы побороться за эти рынки и вернуть себе лидерство в космосе. Какой же день рождения без подарков? Представители клуба «Ночные волки» привезли школьникам презенты с космодрома Байконур, колыбели отечественной космонавтики. Они недавно вернулись из мотопробега, посвященного 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Двигались в сторону Новосибирска, оттуда через Алтай зашли на Казахстан, и через Казахстан вышли на Оренбург и вернулись в Красногорск. Дорога заняла 24 дня. Ядром, естественно, был город Байконур и космодром. Мы ехали не с пустыми руками, мы везли детские рисунки 18-й и 17-й школы красногорских на Байконур, и теперь эти рисунки занимают свое почетное место в Музее истории. Всего за два года в музей накопилось более двух тысяч экспонатов. В этот день коллекция пополнилась подарками от почетных гостей. До новых встреч!